Хорошо, Скайнет, давай посмотрим, насколько ты умен. Какие 10 лучших парфюмов для мужчин? Как сочетать галстук с узором с рубашкой? Сколько украшений должен носить мужчина? Какой цвет костюма лучше всего подойдет для молодого специалиста в Лос-Анджелесе? Как сочетать ковбойские сапоги с костюмом? Умнее леча GPT, чем Антонио Сантене, когда речь идет о советах по стилю. Кто больше знает о мужском стиле? Антонио Сантене, Аарон Марина, Хосе Зуниго или Алекс Коста? В этом видео мы зададим вопросы о стиле искусственному интеллекту чат GPT. Начнем с относительно легкого вопроса. Какие 10 лучших парфюмов для мужчин? Определить 10 лучших парфюмов для мужчин – дело субъективное, поскольку личные вкусы и предпочтения сильно варьируются. Вот самые популярные ароматы для мужчин. Блю де Шанель, Диор Саваж, Том Форд Нор Экстрим, Ив Сан Лоран Ом, Крит Авинтус, Гуччи Гилти, Берсачи Эрос, Джон Малон Пион, Аквади Парма Колония, Ральф Лорен Пола Блю. Ну, довольно неплохой список. У меня есть 9 из 10 этих парфюмов. Я не знаю только о парфюме Джо Малон, но остальные достойные. Я бы не стал включать в этот список Ральф Лорен Пола Блю. Мне он не особо нравится. Скайнет справился с этой задачей. Теперь давайте зададим вопрос посложнее. Итак, какие джинсы Левайс лучше всего подойдут для мужчин спортивного телосложения? Все зависит от личных предпочтений человека и желаемой посадки. Хорошо подмечено, я согласен. Однако есть несколько моделей джинсов Левайс, которые, как известно, хорошо подходят для мужчин спортивного телосложения. Посмотрим, правильно ли он подберет эти модели. Модель 501. Это джинсы прямого кроя с ширинкой на пуговицах, которые можно сочетать со всем. Они свободно сидят в области бедер, поэтому они отлично подойдут для мужчин с большим размером бедер. Хорошо подмечено, мне нравится. Он подробно все описал и подметил, что это хороший вариант для мужчин с большим размером бедер. Модель 541. Эти джинсы специально разработаны для мужчин с большим размером бедер. Это джинсы свободного кроя, немного зауженные, обеспечивают удобную посадку для мужчин спортивного телосложения. Хорошо, я впечатлен. Да, модель 541 отлично подойдет для спортивного телосложения. Модель 511. Хорошо. Думаю, это не совсем та модель, которую можно рекомендовать. Джинсы, которые облегают в области бедер и заужены в области колена ниже, выглядят современно и стильно. Они плотно прилегают к телу и подойдут для мужчин спортивного телосложения, которые хотят приталенные джинсы. Я понимаю, что имел в виду ИИ, но я бы не стал рекомендовать модель 511 для мужчин спортивного телосложения. Большинство из вас делают приседания, у вас большие бедра и ягодицы, и поэтому я думаю, что эта модель не подойдет. Модель 505. Это достаточно хороший выбор. Эти джинсы имеют классическую посадку и прямой крой по всей длине. Классическая и удобная модель. Мне нравится. Теперь зададим нестандартный вопрос. Почему люди используют автомобильные ароматизаторы? В течение нескольких секунд я получаю шесть ответов. Первое, для устранения неприятных запахов. Ароматизаторы воздуха могут помочь замаскировать или устранить неприятные запахи в автомобиле, такие как запах дыма, запах животных или запах еды. Второе, некоторые люди используют ароматизаторы для создания приятной атмосферы в автомобиле. Для этого подойдет свежий или цветочный аромат. Третье, для улучшения качества воздуха в автомобиле. Четвертое, личные предпочтения. Пятое, чтобы скрыть неприятные запахи кондиционера. И шестое, поднятие настроения. Доказано, что определенные ароматы или запахи улучшают настроение и уменьшают стресс. С ними люди чувствуют себя более расслабленными или энергичными. Хорошо, признаюсь, я впечатлен. Возможно, вы задаетесь вопросом, что же такое чат GPT. Итак, это большая языковая модель, разработанная компанией OpenAI. Это тип E, который использует глубокое обучение для человекоподобного текста. Его можно использовать для различных задач, таких как языковой перевод, аннотирование и ответы на вопросы. Идем дальше. Серьезный вопрос. Сможет ли чат GPT дать совет по стилю лучше, чем Антонио Сентена? В качестве языковой модели чат GPT может давать советы по стилю на основе информации, на которой он был обучен, но у него нет личного опыта или знаний в этой области, как у Антонио Сентена. Он профессиональный эксперт по мужскому стилю. Да, вроде это я. А также он основатель проекта Real Men Real Style. Я рад, что он это подметил. Сайты YouTube-канал посвящены тому, чтобы помочь мужчинам улучшить свой стиль. Согласен. Антонио также является автором нескольких книг на эту тему. Да, это я. Хотя чат GPT может предоставить информацию о стиле в общих чертах, он может дать не совсем точный совет, как это сделал бы профессионал в своем деле, Антонио Сентена. Итак, вот оно доказательство того, что меня машина не заменила пока что. А вот насчет вас я пока не знаю. Шучу, господа. За последние несколько месяцев я заметил одну вещь, изучая все программы. С ИИ главная правильность написания информации. Все дело в том, умеете ли вы правильно задавать вопрос. Можно привести аналогию с мечом, если выбросите его в стену, в зависимости от угла и с какой силой выбросите его. Он вернется обратно. Но вы все равно контролируете все происходящее, основываясь на опыте. Кроме того, иногда информация, которую он выдает, бывает неточной или неподходящей. Например, я задал вопрос, самый универсальный тип часов для мужчин. Он очень быстро дал ответ на этот вопрос, но я с ним совершенно не согласен. Я бы не назвал все эти часы универсальными. Одна из самых интересных вещей в этой программе. Вы можете перезагрузить ваш вопрос и получить совершенно другой ответ. В случае с вопросом об универсальных часах, я перезагрузил его, и во второй раз я получил хороший ответ, и чуть позже я вам его покажу. Сейчас я задам вопрос посложнее. Как сочетать ковбойские сапоги с костюмом? Для начала выберите правильный тип костюма. Классический притальный костюм нейтрального цвета, например, темно-синий или серый, хорошо дополнит ковбойские сапоги. Избегайте ярких цветов или броских рисунков. Хорошо, не буду спорить, хороший ответ. Подумайте, какие вам нужны ковбойские сапоги, остановите свой выбор на паре классических сапог хорошего качества, нейтрального цвета, например, черного или коричневого. Избегайте ярко окрашенных сапог или сапог с броским рисунком, так как они могут не сочетаться с костюмом. Обратите внимание на посадку, убедитесь, что в вашей костюме ботинки хорошо сидят, не слишком мешковаты и не слишком приталены. Брюки от костюма должны быть подобраны таким образом, чтобы они сидели поверх ботинок, закрывая верхнюю часть ботинка, но никак не полностью. Мне нравится его совет, хорошо, что он делает акцент на посадке, особенно на том, как брюки будут сочетаться с ботинками и как их следует подгибать. Следует учитывать, на какое вы идете мероприятие. Помните о том, что может быть дресс-код и, возможно, ваш наряд должен быть официальным или наоборот более оброским, и ковбойские сапоги с костюмом могут не подойти. Не забудьте про аксессуары, наденьте ремень, платок паше или галстук, чтобы завершить ваш образ и убедитесь, что аксессуары соответствуют цвету ваших сапог. Моя единственная претензия здесь, что используется слово «или». Я думаю, что если вы одеты в костюм с ковбойскими сапогами, собираетесь на модное мероприятие, вы хотите выделиться, но в то же время не совсем сильно. Наденьте галстук, наденьте ремень и платок паше, и, может быть, яркие сапоги. Покажите себя. Не забывайте о контрасте, если вы хотите создать контраст между костюмами и ботинками. Вы можете выбрать пару ботинок другого цвета, убедившись, что остальная часть вашего наряда дополняет ботинки. Скажу честно, мне понравились его ответы, но давайте зададим еще более конкретный вопрос. Как одеться 35-летнему мужчине на свадьбу своего брата? Прежде всего, вам нужен костюм. Темно-синий или серый подойдет для свадьбы. Избегайте ярких цветов или броских рисунков. Я не скажу, что я не согласен с этим, но для начала нужно узнать дресс-код. Я заметил, что он все расписывает по порядку, но вдруг это свадьба? На пляже и на такую свадьбу вы не наденете костюм. Далее рубашка. Рубашка светлого цвета, например, белая или светло-голубая. Классический и подходящий выбор для свадьбы. И снова хороший совет. Но опять же, если вы не знаете дресс-кода, может быть, вам нужен повседневный наряд. Если вы хотите добавить цветовой акцент, можно добавить галстук, который дополнит костюм. Обувь. Классические туфли с черной или коричневой кожи. Избегайте спортивной или повседневной обуви. Аксессуары. Их должно быть немного. Часы, простой ремень и платок пашен дополнят ваш образ. Я не знаю, может быть, большая, толстая, тяжелая, золотая цепь или корона. Делайте, что хотите. Будьте королем. Уход за собой. Убедитесь, что вы выглядите хорошо. Чисто выбритая лицо. Подстриженная борода. Волосы аккуратно уложены. Дресс-код. Обратите внимание на дресс-код, указанный в приглашении. Или спросите у организаторов свадьбы, есть ли он. Да, я думаю, порядок немного напутан. Я бы начал с дресс-кода. И мне хотелось увидеть немного более конкретных советов. Но, наверное, мне следовало задать более конкретный вопрос. Господа, если вам нравится данное видео, если вы думаете, что и придет и сместит Антонио, сделайте одолжение. Нажмите лайк или дизлайк. Помните, что в начале этого видео я задавал вопрос о парфюме? Я мог бы задать более конкретный вопрос. Я задал вопрос 20 лучших мужских парфюмов в 23-м году. Чаджи Петти сразу отмечает, что не владеет такой информацией и выдает список парфюмов. Тут указаны очень хорошие парфюмы. У меня есть 19 из них. Опять же, у меня нет этого Джо Малон. Возможно, мне придется проверить его. Когда я смотрю на этот список, я не вижу никакого мнения. Я вижу компьютер, который собирает информацию и выводит то, что он нашел. И я думаю, что это большое ограничение программного обеспечения ИИ. И оно заключается в том, что он все еще полагается на информацию, которую может найти. И часто дает общую информацию, а не свое мнение. А если вам нужно, чтобы было подкреплено мнением или опытом, то тогда нужно найти человека в этой сфере или ютубера. Возможно, вам нравится чувство стиля этого человека. Вам нравится аромат, которым он пользуется. И вам он тоже подходит. Я думаю, что именно в этом и проигрывает. Дает информацию, не подкрепленную личным опытом. Хотя, когда я задал вопрос, какие лучшие ароматы от компании Крит, как и ожидалось, номером один в этом списке был Крит Авинтос. Мне нравится, что там указаны аккорды аромата, поэтому я получил представление о том, как они пахнут. Далее идет Грин Айриш Твит, прекрасный аромат. Я думаю, что большинство людей, которые владеют большим количеством ароматов Крит, согласятся, что эти два аромата популярны не просто так. Следующим идет аромат Сильвер Маунтин Вотер. Мне нравится этот аромат как третий, потому что он дополняет два предыдущих аромата. Если бы у вас были эти три аромата, вы бы не чувствовали, что какой-то из них лишний. Четвертый аромат Ориджинал Витивер. На мой взгляд, это идеальный выбор, потому что он, опять же, дополняет все три вышеперечисленных аромата. На пятом месте Крит Гималай, который лично для меня один из самых любимых в линейке Крит. Мне нравится металлическая нота, свежесть. Но я чувствую, что в сочетании Сильвер Маунтин Вотер она немного избыточна, если у вас есть оба этих аромата и у вас не очень большая коллекция. И в завершении Роя Лут, который, вероятно, был бы лучшим пятым ароматом, если вы собираетесь иметь только пять ароматов от Крит. Опять же, Ий дал хороший ответ, потому что я задал более конкретный вопрос, поэтому иногда может повезти. Помните мой вопрос про самые универсальные часы для мужчин? Я задал этот вопрос снова, просто перезагрузил его и получил такой ответ. Универсальными часами для мужчин могут быть классические часы из нержавеющей стали с простым дизайном, с кожаным или стальным ремешком. Такие часы можно носить в самых разных ситуациях, от официальных до повседневных. Их можно носить как хочешь, в зависимости от случая. Кроме того, хорошим выбором будут часы с универсальным механизмом, например, кварцевым или автоматическим. Я не говорю, что этот ответ был лучшим, он не был конкретным, но Ий чувствовал, что мне нужны часы для подводного плавания, и это был тот ответ, который я хотел. Так что, вероятно, я мог бы продолжать просто перезагружать этот вопрос и получать разные ответы. Это тот самый минус Ий, вы не получите ответ от компьютера, основанный на опыте. Я думаю, что иногда Ий упускает контекст. Так я задал вопрос, можно ли носить белое после дня труда. И вот ответ. Существует давнее правило, согласно которому белый цвет не следует носить после дня труда. Но это правило уже не соблюдается так строго, как раньше. Теперь белый считается нейтральным цветом, который можно носить круглый год. И дальше ей дает мне другую общую информацию, но, как мне кажется, дело обстоит иначе. Я думаю, что большинство людей спросят, почему было введено это правило? И если вы внимательно следите за моим каналом, я уже говорил об этом раньше. Многие из этих правил стиля связаны с тем, что старые деньги отделяют себя от новых денег. Люди могли разделить себя на классы, поэтому были установлены негласные правила, которым следовали люди определенного класса, что отличало их от других классов. Обычно это был низший класс, в ряды которого они не хотели проникать. Я знаю, что это совершенно заночево, но это история. И вы, когда вы поняли это правило, хорошо, оно не относится ко мне, особенно в США, где много классов. Это не так очевидно, как раньше, но это все еще присутствует. Если задать конкретный вопрос, можно получить очень хороший ответ. Вопрос такой. Какой длины должен быть мой пиджак? Длина пиджака должна основываться на пропорциях вашего тела. Общее правило такого – пиджак должен заканчиваться у основания большого пальца, когда руки по швам. Пиджак, который сидит хорошо, должен полностью закрывать нижнюю часть тела и спину, и не должен подниматься, когда вы садитесь. Кроме того, рукава пиджака должны быть видны примерно на полсантиметра или на сантиметр от манжет рубашки. Значит, рукава пиджака не должны закрывать манжеты полностью, они должны быть чуть видны. Рубашка должна быть длинной. Стоит также отметить, что эти правила не являются обязательными и могут меняться в зависимости от текущих тенденций моды и личных предпочтений. ИИ любит хитрить и говорить не точно, но я говорю, как есть на самом деле. Если вы смотрите мои видео, я всегда говорю, как можно стать исключениями с правил. Если вы понимаете правила, вы можете их изменить, вы можете их нарушать. Давайте проверим на практике и зададим более конкретный вопрос, который мне часто задают. Правила многослойности в одежде для мужчин. Как выглядеть стильно? Первое. Начните с хорошей базы. Начните с хорошо сидящей майки, сверху наденьте качественный свитер или рубашку на пуговицах. Убедитесь, что слои хорошо сидят, не слишком обтягивающие и не слишком свободные. С этого нужно начинать. Полностью согласен. Второе. Пробуйте разные ткани. Экспериментируйте с различными тканями и фактурами, чтобы придать вашему наряду визуальный интерес. Например, попробуйте сочетать хлопковую рубашку с шерстяным свитером или джинсовую куртку с вельветовой рубашкой. Отлично. Должен сказать, что я впечатлен. Тут все написано по делу. Я не вижу цветов и нет фотографий, но я думаю, в будущем текст будет сопровождаться и фото, и видео. Третье. Надевайте слои в правильном порядке. Порядок наложения слоев одежды очень важен. Первый слой должен быть самым тонким, а последний самым толстым. Это хорошее правило, я согласен. Четвертое. Обратите внимание на посадку. Убедитесь, что каждый слой хорошо сидит, не слишком обтягивающий и не слишком мешковатый. Это гарантирует, что ваши слои будут сочетаться и выглядеть красиво. Этот ИИ только что прочитал мои мысли. Наверняка он украл все эти советы из Real Men Real Style. Пятое. Не переусердствуйте. Избегайте слишком большого количества слоев одежды, так как вы можете выглядеть слишком большим. Придерживайтесь двух-трех слоев. Придерживайтесь двух-трех слоев максимум. Зимой я надеваю четыре слоя, потому что на улице достаточно холодно. Но, господа, это основное правило. Два-три слоя. Шестое. Обращайте внимание на цвета. Избегайте слишком большого количества несовпадающих цветов. Придерживайтесь цветовой палитры, которая хорошо сочетается. Мне бы хотелось, чтобы здесь было больше конкретики, больше деталей. Не забудьте про аксессуары. Наденьте ремень, шарф, шляпу или перчатки, чтобы завершить образ и придать своему наряду больше стиля. Следуя этим правилам, вы сможете создать стильный и правильный многослойный образ, который будет подчеркивать вашу фигуру и соответствовать вашему индивидуальному стилю. Джентльмен, я спросил у чат GPT, какое видео вы должны посмотреть следующим, и он выдал мне вот это. Я не буду разочаровать вас и рассказывать, о чем оно. Нажмите на него. Вам понравится. Оно в некоторой степени связано с этим видео. У меня есть много информации для вас, а это видео просто отлично.